Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть. Сегодня в разгар клубничного сезона предлагаю великолепный десерт с клубникой. Это столь популярный сейчас холодный клубничный торт или пирог. Я вам предлагаю свой, уже отработанный вариант. При всей простоте приготовления все-таки существуют кое-какие нюансы, которые нужно учесть. Надеюсь, что после просмотра видео у вас все получится. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, к яйцам комнатной температуры добавляю сахар, соль, ванильный сахар и взбиваю миксером до получения светлой пышной массы, как на бисквит. Вливаю растопленное и остывшее сливочное масло и размешаю на средних оборотах недолго. В два этапа добавлю муку с разрыхлителем и каждый раз буду также размешивать миксером на средних оборотах. Дополнительно отмечу, что яйца я использую отборной категории. Далее форму размером 20 на 20 сантиметров смазываю сливочным маслом и выливаю тесто. Очень важно знать, что для этого пирога разъемная форма не подходит. Отправляю бисквит в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем заранее промытую и обсушенную клубнику нарезаю не очень мелкими кубиками. Ее нужно залить соком лимона или лайма. Я беру готовый концентрированный и разбавляю водой. Если вы используете свежевыжатый, то потребуется примерно половина среднего лимона. Кладу столовую ложку с горкой сахара, размешиваю и дам постоять, чтобы клубника пустила сок. Тем временем бисквит готов. Делаю на нем наколы деревянной палочкой или можно вилкой и даю немного постоять 5-10 минут. А пока сделаю крем. Для этого в небольшую кастрюлю наливаю молоко, лучше брать пожирнее. Добавляю сахар. Количество сахара корректируйте в зависимости от своего вкуса и от степени кислоты клубники. Ванильный сахар и кукурузный крахмал. Отправляю на умеренный огонь и доведу до кипения, непрерывно помешивая. После этого поварю буквально 20 секунд. Добавляю сюда 1-2 столовые ложки сливочного масла и размешиваю. Пока отставлю крем в сторону. Подогрело молоко, оно должно быть горячим, но не кипящим. И заливаю бисквит. Бисквит воздушный, пористый и поэтому быстро впитывает молоко. На бисквит выкладываю пудинг. Он у меня еще немного горячий. Разравниваю. Теперь пирог можно оставить при комнатной температуре, но я обычно убираю в холодильник. А в это время готовлю клубничный слой. Посмотрите, клубника постояла, пустила какое-то количество сока. Я ее перекладываю на сито, чтобы лишняя жидкость стекла. Переливаю сок в мерный стаканчик и вижу, что у меня получилось 70 миллилитров. Добавляю еще 100 миллилитров воды. В общей сложности у меня должно получиться 170-200 миллилитров жидкости. Переливаю сок с водой в небольшую кастрюльку. Добавляю столовую ложку с горкой сахара и кукурузный крахмал. Можно положить ванилин. Также отправляю на умеренный огонь и при непрерывном помешивании доведу до загустения. Готово! Прямо в горячем виде аккуратно распределяю по крему. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. И осталось только сверху выложить кусочки клубники. Я это делаю в один ровный слой. На моем канале вы сможете увидеть еще больше рецептов с клубникой, с выпечкой и без. Ссылку на плейлист вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Убираю десерт в холодильник для застывания на пару часов, но его можно подавать сразу же, как только он остынет. Он будет не менее вкусным, просто чуть хуже будет держать форму. Разумеется, этот десерт больше похож на торт, чем на пирог. Он очень гармоничный. Здесь великолепно сочетается все. И влажный, нежный, сочный бисквит. И нежнейший, тающий во рту пудинг. И сочная, ароматная клубника. Десерт получается таким легким, ярким, по-настоящему летним. При всей своей простоте приготовления, я думаю, что этот десерт очарует вас своим вкусом и аппетитным внешним видом. Обязательно приготовьте, и не забудьте впечатлениями поделиться в комментариях. Смотрите на моем канале также и другие рецепты с летними ягодами, фруктами и овощами, и не только. И подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok